Семья Ксении запланировала будущую весной поездку на море. Сейчас мама занимается оформлением паспортов. Таких примеров немного. Зачастую люди тянут до последнего. И когда уже на руках билеты бегут в МС, чтобы получить загранпаспорт, лучше сдать документы заранее. Тем более, что сделать это можно в любое удобное для человека время, записавшись через сервис Госуслуг. Полностью удобно в нашем ритме жизни, когда мы постоянно торопимся, бежим. Это очень удобно. То есть дома спокойно сел, заполнил все документы, сюда приехал, просто сфотографировался. И потом не нужно оплачивать квитанции в Сбербанке. Как раньше мы тоже очереди стояли, все это оплачивали отдельно. Сейчас точно так же все в одном портале, все оплатил. И приехал сфотографировался, и приехал, получил готовый документ. Все очень быстро. Подать документы на получение загранпаспорта можно через портал Госуслуг. В этом случае размер пошлины будет снижен. А дальше вы выбираете время и приходите в паспортный стол, чтобы сдать биометрические данные. С помощью Госуслуг и МФЦ нам удалось победить очереди в связи с тем, что все граждане подают документы. Ну, не все пока, но большинство подают через портал Госуслуг, записываются на прием, выбирают удобное для них время. Но только так мы их победили. Если вы являетесь жителем Одинцовского района, то ваш паспорт будет сделан в течение 30 дней. А вот если вы прописаны в другом регионе, придется немного подождать. Обработка данных может продлиться до трех месяцев, поэтому специалисты рекомендуют оформлять загранпаспорт заранее. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.